Открытие выставки прошло в очень теплой и душевной атмосфере. В музее собрались члены семьи художника и его друзья, коллеги по работе. Директор Новочебоксарского музейного комплекса Александр Ильин, приветствуя присутствующих, отметил, что Виктор Артемьев художник от Бога. А как иначе объяснить то, что не имея художественного образования, он пишет удивительные картины, поражающие глубиной восприятия окружающего мира, передающие невероятную любовь к родной земле. Ну вот, я уже несколько раз посмотрел его выставку, и он берет зрителя своей большой, огромной любовью к пейзажам, к природе. И вот это как раз привлекает зрителя, это зрителям нравится, и чувствуется, ему самому нравится этим заниматься, а это, наверное, самое главное в жизни каждого человека, заниматься всю жизнь тем, к чему лежит душа. И вот эту любовь к природе, любовь к людям, он передает в своих произведениях. Виктор Артемьев родился в 1958 году в поселке Федоровский, Аксубаевского района, Татарской ССР. С детских лет был очарован красотой родной земли и бережно пытался перенести ее на полотна. Любовь к рисованию Виктору Артемьеву привил его школьный учитель Валерий Александрович Мартынов-Туктар. После школы я выучился в Лениногорском педагогическом училище Татарии. Вот там я обучался у известного теперь художника Кульпина Олег Александрович, отличный живописец, он заканчивал Суритовский. Вот после окончания приехал я в Чуваши, родный с Татарии. И так вот в деревне, как говорят, меня позвала все-таки к себе обратно. Все вот это выразил в своих картинах. Как видите, тут одна деревня, города совсем мало. Ничего, тянет, как без хлеба. С 1997 года Виктор Артемьев трудится в Новочебоксарском троллейбусном предприятии, художником-оформителем. Здесь не раз проводились выставки его работ. Полотна Артемьева выставлялись и в Новочебоксарском художественном музее. На нынешней выставке, которая посвящена 55-летию художника, представлено множество пейзажей. По признанию зрителей, картина наполнена ароматом цветов, солнечным светом, тишиной полей и журчанием лесного ручейка. В каждой картине отчетливо видится частица доброй и щедрой души художника. Если знакомиться с его произведениями подробно, то вы увидите, что он безгранично любит природу. И видно, что у него очень большая семья была, потому что на произведениях изображены братья, сестры, друзья. И все они изображены опять не в городских условиях, а в сельской местности. Виновник торжества признался, что приезжая в деревню, обязательно делает наброски будущих работ. А долгими зимними вечерами, прорабатывая полотна, вспоминают родину с ее изобильным разнотравьем, богатой средой, издавна воспетой чувашскими и татарскими литераторами.